так мы прошли две трети парикрама до читания стхали еще осталась одна треть сама по себе парикрама удивительное явление символизирует много философских концепций например сама жизнь представляет из себя парикрама родились в каком-то месте сразу в поклоне головой в пол пошли по этому миру обошли все вокруг вернулись на то же самое место умерли в то же самое положение в такой же беспомощности посмотрели на мир но здесь мы видим господь в Тане мы остановились в этом месте особая милость надо возможность обойти Вриндаун Вриндауна парикрама совсем недавно есть такая возможность это удивительно как мы безгранично обойти ее невозможно даже маленького Кришну невозможно обхватить Мать Ишода как мы помним однажды пыталась связать Кришну привязать его к ступе насколько бы она не привязывала веревок и так и не хватало двух пальцев чтобы полностью охватить Кришну также Гокова Вриндауна тоже не имеет границ это часть духовного мира бесконечная реальность бесконечная реальность но по милости Господа Читани мы можем получить милость этой святой Тхамы этого святого места он устроил так что мы можем обойти все пять тысяч храмов все святые места за каких-то три часа абсолютное чудо абсолютное чудо абсолютная милость говорится с Вриндауна парикрама начинается жизнь человек когда человек прекращает самсару этот бесконечный круговорот рождения и смерти он останавливает этот круговорот тем что начинает обходить Вриндаун когда человек обходит Вриндаун и тем самым он останавливает свой круговорот рождения и смерти он попадает в состояние А кармы в состояние служения Кришне очень простое служение что мы можем сделать для Кришны что можем ему дать это смешно вообще думать что можем что-то дать Кришне поэтому Кришна сразу говорит что ты можешь мне дать ладно поэтому символически если ты предложишь мне листок цветок плот или воду ладно что ты можешь мне дать тут все мое это странно когда мы приходим кому-то в гости на книжной полке выбираем книгу дарим вот у вас кстати хорошая книга дарю подарок Точно так же мы приходим в этот мир и думаем что мы что-то даем Богу я столько для тебя сделал я столько тебе всего пожертвовал что ты пожертвовал тут ничего твоего нет мы начали с этого настроения нищего у нас ничего нет это все не наше но мы считаем себя обладателями это мы считаем что это мое ну хотя бы штаны точно мои я же их ношу ботинки точно мои даже дети обезьяны скоро нам объяснят что тут наше что не наш и ботинки и штаны и все объяснят они тут выполняют эту миссию объясняют что здесь в чьих что мы можем мы ничего не можем но обойти вокруг Кришны совершить парикраму парикраму это выражение почтения когда вам что-то нравится мы это обходим это традиция нам хочется посмотреть со всех сторон пропитаться этим увидеть со всех сторон получить абсолютное благо получить абсолютную истину и так же Кришна дает нам эту возможность обойти себя вокруг со всех сторон мы можем обойти вокруг храма есть специальная дорожка вокруг каждого храма принято обходить дорожка вокруг стены можно обходить божество дает возможность обойти себя сам вриндауан дает возможность без конечный вриндауан дает возможность обойти себя появилась в общем-то беспричинная милость вриндауна даже в такую жару кстати уже никого нет мы единственны кто сегодня не обходит в риндаун, сегодня никого нет. Обычно очень много людей. В прохладную погоду не протолкнешь, что столько людей идут. Очень много людей. Но сегодня никого нет. Но так как мы приехали, молимся Господу, чтобы Он пустил нас. Мы попытаемся исполнить свой долг, обойти вокруг, чтобы получить полное благо. Все 100%. Просто обойдя вокруг законченный цикл. Это то, что мы можем. Мы уже миллиарды раз тренировались обходить жизнь методом сансары. Только никакого. Теперь у нас появилась возможность обойти в риндаун. Это очень необычное состояние. Мы обходим сразу всех святых. Всех святых. Это тоже очень необычно. С страны запада то есть один святой раз в год приезжает. Два святых. И очень трудно их обойти. Очень трудно получить милость. Но здесь мы можем обойти всех сразу. Получить это бесконечную милость, вкус святого имени. Нам помогают. Очень много попугаев. Если приглядеться, они сидят на ветках зеленые попугаи. Они контролируют, кто пришел в риндаун. Зачем пришел в риндаун. Они обсуждают. Непонятно кто, почему, что они тут делают. Этих видели, этих еще нет. Что за фамилии? Почему не представились? Обсуждают. Им нужно лететь, докладывать. В ринда-деве. Хозяйки в риндауна, есть хозяйка в риндауна. Наследит. Чтобы все было правильно. Чтобы никакой негодяй сюда не пришел. Особой в действительности мы получили благо. Мы можем только обойти, мы не можем войти внутрь. Шива однажды пытался попасть в риндаун. И он решил как-то войти в эту ливу. Спросил, как мне сюда попасть. И мудрецы ему ответили, ты не попадешь в мужском теле. В мужском теле невозможно попасть. Есть вот известная поэтесса Мирабаи преданная. Однажды она пошла к Санатане Госвами. Попросилась на дальше на встречу. Санатане Госвами был. Великий Святой он ей написал извинения. Могу с тобой встретиться? Ты женщина. Пракрити я мужчина. Пуруша Пракрити не должна встречаться с Пурушей. Это неправильно. И она написала ему очень странно. Я всегда думала, что во в риндауне Пуруша только один. А все остальные и Пракрити. Здесь все имеют женскую природу во в риндауне. Все имеют природослужение. Пуруша только один. Кришна. И Шиве сказали об этом. И Шиве подумал, что надо как-то поменять тело. Чтобы войти в эти ливы. Он поехал на Кусунсаровру. Может, мы попадем туда. Поехал на Кусунсаровру. Прекрасную Кунду, прекрасное озеро. И проплыл вдоль этого озера. И его мужское тело поменялось на женское. Попытался войти во в риндаун, войти в эти игры. Но тут все следят, смотрят, кто пришел. Кто пришел? Обычно смотрят даже не кто пришел, а с кем пришел. С кем и к кому пришел. Так просто не придешь. Невозможно прийти. Все следят, контролируют, смотрят, узнают. Нас сразу узнают. Сразу говорят Харе Кришна. Узнают. Идентифицируют. Идентификация пройдена. Харе Кришна. Мы пришли к Прахупаде. Имеем право сюда прийти. Прахупада отдал позволение, Шива не мог сюда прийти. Шива попытался войти в женском теле. Его тут же встретили вот эти женщины. Истатель сказали из какой Готры. Знаете, как у нас Готры? Готры это семья. Да. Потому что чтобы сюда войти, нужна Готры. Кто знает, как у нас Готры? Ачюта Готры. Ачюта Готры. Поэтому если вас будут спрашивать какая Готры, вы говорите Ачюта Готры. Ачюта Готры. Готры господочитания. Ачюта Готры мы из его семьи. Из семьи господочитания. Шива спросили а ты из какой Готры? Из какой-то деревни? Как фамилия? Сколько тебе лет? Где паспорт, документ, виза, форма Си? Сегодня будем заполнять в Армуси для полиции. Он начал что-то мямлить, что-то придумывать. Как тебя зовут? Он забыл все женские имена. И он что-то мямлить, и они его раскусили. Стали дергать за волосы, за Сари. Прибежали соседки. Чужак. Чужак в нашей деревне. Вриндан это деревня. Маленькая деревня. Чужак в деревне. Взяли палки, стали бить. Шиву. Шива в уздости убежал. Опять переплыл к Усун-Саравару. Подошел к Югамай. Что делать? Как жить? Я хочу попасть в игры. Кришна. Пришел Кришна. Я объяснил ему. Ты не можешь быть в самых игрок. Ты ведешь себя как Пуруша. Ты не прократи. Ты ведешь себя как Господин. Ко мне могут прийти только мои слуги, мои преданные. Ты ведешься как Господин. Ты Шива. Ты великий Махешвара. Поэтому так просто тебе не получится войти эти игры. У тебя другой вкус. Другие отношения со мной. Поэтому ты будешь моим охранником. И вокруг Бриндауна установлены особые Мурти, Шива, 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 Шива. Поэтому в одно время на Шива-Лингу одевают маску Гопи, а в другое время он как Шива выступает. Утром как Гопи, вечером как Шива. Гопи, Шива, Махадех. Постараемся попасть в этот храм. И он охраняет Приндаун от тех, кто пришел сюда наслаждаться. Поэтому никто не может пробыть тут больше трех дней с настроением наслаждающегося. Мы много раз это проверили. в Сакхиварте. Мы много раз привозили группы сюда и полгруппы после третьего дня разбегалась в ужасе. Разбегались в ужасе и люди остались плохо. Они начинали плакать и умолять нас, пожалуйста, только давайте уедем отсюда. Для этого нужно быть готовым к Гопи к Гопи Нужно очень внимательно повторять свои круги. С большим смирением. Говорится, святую Дхаму нужно вползать. Сюда нельзя входить строевым шагом. Здравствуйте, пришел генерал. Отчитает, что тут у вас? Что тут у вас? Нет, мы должны буквально вползать во Вриндаун, совершая поклон. Говорится, что человек должен обойти Вриндаун поклонами. Сейчас у нас нет времени, чтобы это делать. Нет такого здоровья. Не делайте так. внутренние органы сорвать. Иногда русские преданные вдохновляются, видят, как совершают парикровым поклонами, сильно вдохновляются. Тоже начинают потом срывать внутренние органы, так как очень тяжелые упражнения. У меня есть друзья, они обходят, но они такие спортивные достаточно. Поклонами. Говорится, когда на парикромах вы увидите этих людей, у них будут камни, они будут делать поклоны, они делают 108 поклонов, передвигают 108 камней, доходят до этой кучи, опять делают 108 поклонов, опять переставляют 108 камней, еще и так обходят Вриндаун, а Вриндаун всего 12-15 километров, Говорхан 25 километров, еще больше обходят, на этот Индагод уходят, обходят, чтобы полностью войти в это состояние, действительно, ничего не имеющего, в это состояние шриши панишат, здесь ничего не принадлежит мне, все принадлежит тебе, поэтому я посвящаю тебе свое тело, свою душу, свои мысли, свои силы, свое сознание, все посвящаю тебе, здесь мы можем войти в это настроение, господочитание, которое оставил нам в Шикшаш, тринад, описывание Чина, второго уровня, описывание Чина, амадин, амадин, киртани, ксадахарих, войти в это состояние смирения, и выражать всем поклоны, кого бы мы не видели, мы должны выражать всем поклоны, собакам нужно собаке выражать свое смирение, обезьяны, обезьяне, человек, человек, только не нужно их трогать руками, так как они, сказать, они тут особая миссия нас очищать, поэтому будьте аккуратны, не вступайте с ними близких заменажек, они сильно кусаются, войдя в это состояние, в риндауна начинает проникать внутрь, мы становимся мягкими, то есть нужно стать мягким, и когда мы становимся мягкими, выражаем всем свое смирение, у нас поры открываются, тонкого тела, и запах в риндауна проникает внутрь, проникает внутрь, наверняка вы почувствовали тонкий аромат риндауна, тонкий-тонкий аромат, такого нет нигде, тонкий-тонкий аромат риндауна, аромат предности, потому что Кришна, Кришна пропитал все это место своим запахом, говорит, у Кришны особый тонкий запах, поэтому все парфюмеры как-то пытаются уловить этот запах, но не могут никак подобрать материальные субстанции, все пытаются подобрать этот запах Кришны, пытаются это подобрать, и он есть, тут его можно уловить, этот тонкий запах Кришны, он пропитал здесь все, пропитал, здесь все преданные коровы, преданные Кришны, раньше здесь было много камней, но в один прекрасный момент, коровы не выдержали и стали бегать по риндауну, бегать и топать, своими копытами изо всех сил, и растоптали все камни в пыль, поэтому камней почти не осталось, пустыня все, ни одного камешка, чтобы Кришна ходил не мог поранить свои ноги. Здесь везде остались следы Кришны. Вся земля здесь святая, можно в любом месте набрать землю, это святая земля. В любом месте. Любое место святое. Нет такого, что это мы ходим и кланяемся к какому-то определенному месту, потому что у нас нет времени. Нам в действительно нужно сюда приехать, просто упасть и лежать. Даже если человек спит, то в риндамане он не спит, а он совершает полный дандалат всю ночь. Лежит в полном дандалате, предается, пытается ощутить этот аромат преданного служения, аромат спонтанного преданного служения. Поэтому смотрите в лица людей, говорите им Харе Кришна и смотрите как они отвечают. этого не увидишь нигде. Нигде. Ни в одном городе мира вы не увидите, как люди отвечают Харе Кришне. Которые действительно родились здесь после многих-многих жизней преданного служения. Родились здесь последний раз. Таков уход из материального мира, невозможно сразу идти в духовный мир. Что мы там будем делать? Нам будет скучно. Нам нужен компьютер, плеер, видео-магитофон. Нам нужны гаджеты. Гаджеты DAS. Нам нужны какие-то атрибуты. Мы начинаем беспокоиться, когда чего-то нет. Поэтому мы должны сначала, когда мы очистимся, наше сердце станет чисто, мы родимся во в риндамане. Здесь мы проведем последнюю спокойную жизнь, не имея света. Это мы остановились в самой хорошей гостинице. Мы остановились в самой хорошей гостинице. Потому что она есть. Когда мы начали сюда ездить, тут была одна гостиница. Я даже не поведу вас в нее, чтобы ее не видели. Была одна гостиница, в ней не было света, в ней не было воды, в ней не было ничего. Там жили только вот такие крысы. Больше ничего не было. И все приезжие жили только в этой гостинице. Никаких вариантов не было. По 30 человек, но в одной комнатке, как у вас сейчас жило по 30 человек. Кондиционер даже такого слова не было вообще. Даже его никто не знал. Негде было есть. Вся еда была ужасно острая. Если ел, то потом три дня не мог ходить. Было очень тяжело. Ничего не было. Но было это настроение. Было это настроение. И сейчас нельзя ловиться на это состояние уюта. Хотя мы идем на эти меры, чтобы сконцентрироваться на Вриндауне. Мы не хотим эти три дня болеть. Раньше, когда приезжал, Вриндауне болел все время. Что все было плохое. Вода была плохая. Было жарко очень постоянно. Все было грязно. В общем-то, трудно было как-то себя чувствовать здоровым. Все болели постоянно. Но сейчас есть условия. Кришна позаботился о нас, сдав эти условия. Это значит, что мы не должны расслабляться и чувствовать себя великими западными туристами. Мы должны понять, что эти условия для того, чтобы могли сконцентрироваться на святом имени. Поэтому, как я говорил, все свое свободное время нужно повторять святое имя. Как можно глубже и внимательнее повторять святое имя. Здесь говорится, что влияние святого имени увеличивается сто тысяч раз. Каждое повторенное здесь слово Кришна, Рама или Хоре равно сто тысячам раз повторений. И то же самое, невнимательное повторение сто тысяч раз увеличивает оскорбление. Когда мы невнимательно повторяем святое имя, оскорбление этого невнимательного повторения сто тысяч раз увеличивается. Сто тысяч раз. Поэтому нужно быть крайне аккуратным и находиться в этом состоянии, состоянии отречения Госвами, того, кто контролирует свои чувства. Вопросики, пожалуйста. Вопросики, пожалуйста. Буквально полное благо. Или, вот как я говорил, получение полного блага методом, в общем-то, обхода чего-то. Парикрама, паломничество, освобождение от кармы. Когда мы обходим мечта святое, мы освобождаемся от кармы. Это, в общем-то, принятая духовная практика парикрама. Как я говорил, у нас больше не зрительная парикрама, а она больше медитативная. То есть мы пытаемся повторять святое имя и слушать о том, что мы видим в этих необычных местах. О, Кришна, как Он здесь жил, как Он здесь проявлялся, Его необычные игры. Насколько это все было удивительно. Полное чудо. Храм Маддинамахан, который мы проходили. Божество это сначала стояло без храма. Здесь не было этого камня красного. Но Мима проплывал по реке. Видели Ямуна, она пересыхает иногда. И плыл корабль с солью. Соль тогда была очень дорогая специя. И корабль прямо застрял напротив этого храма, напротив этого утеса. И торговец, он пытался сам сдвинуть эту лодку, у него ничего не получалось. И он пошел к мудрецу молиться. Он сказал, что я молюсь Маддинамахану, ему молиться. Он тебе поможет. И купец попросил Божество. Попросил его искренне. И корабль сдвинулся с места. А мудрец пообещал, что когда я продам соль, я вернусь и построю храм. Люди были богочестивые, они не скупились на пожертвования. И когда он вернулся, он заказал камень из другого места. Этот камень привезли и построили такой прекрасный храм. Один из самых удивительных храмов. Очень необычная форма. Необычная форма. И вот там установили маленькое мурти. Этого купца. И вся вода, которая вытекает из храма, которую моют пол в этом храме, она вытекает на голову. На мурти. Этого мудреца. Там же мы когда заходили, слева было на возвышение, да, такое постаминчик. Это вот в той же истории про Калию. На Калии Агате, когда Кришна победил змея, он очень замерз в холодных водах. Ему наинтересно. И река, она может сверху очень жарко быть, а внизу может быть очень холодно. Много уровней в реке. Очень холодно. И он замерз. Он поднялся на это место, на самый холм. И пришло 12 идити и 12 солнца. Чтобы согреть его. И Кришна от радости, что адити пришли ему послужить. Он даже вспотел. Его трансцендентный пот протек вниз. То место, где мы заходили снизу, там раньше было озеро. Сейчас его убрали. Это было озеро пота Кришны. Сейчас его уже нет. Оно исчезло. Святые места уходят. Вот где мы проходили. Там колитечка такая вверх. Перед самым подъемом, там было озеро. Озеро это под Кришны. Можно было попробовать под Кришны. Но сейчас там уже такой парк. Национальный парк. Уже ничего невозможно увидеть. Поэтому слушая о играх. Читая о играх. Потом вспоминая. Мы можем держать себе это настроение. Держать себе это настроение. Отдохнули? Хорошо. Попейте. Продолжение следует...